Мы снова в эфире и вместе с уникальным, принадлежащим всей Европе немцем Карлом фон Мюнхгаузеном вспоминаем и обсуждаем самые любопытные и подчас совершенно неправдоподобные события уходящей недели. Как говорили его недруги и завистники, правда это то, что в данный момент считается правдой. Барон этого терпеть не может, но увы, общественная жизнь и большая политика, что тогда, что сейчас, подчиняются этому правилу. Итак, в данный момент правда такова, что Россия и Украина это независимые государства, и отношения свои они строят исходя из собственных национальных интересов. Давайте посмотрим, к чему это приводит. Как никто другой, барон может рассказать нам о суровой зиме, когда снегу наметает столько, что виден лишь крест на церковном шпиле. Так вот, чтобы такой зимой не замерзнуть, неплохо бы запастись топливом. Собственно, это и было предметом долгих переговоров Украины, России и Европы, которые привели, наконец, к какому-то результату. Сама процедура подписания нового договора длилась всего несколько минут. Глава Еврокомиссии Жуземена Алборозу, которая, кстати, работает в Брюсселе последний день, еле сдерживает радость от успеха коллег. При посредничестве и помощи Еврокомиссии Украина и Россия пришли сегодня к компромиссу. Газовый спор решен и принято новое соглашение, которое позволит нам всем пережить наступающую зиму. Гюнтер Эттингер, которому удалось сохранить тепло в европейских домах, выглядит скорее уставшим, чем торжествующим. Новый трехсторонний договор фиксирует зимние цены на газ. 378 долларов за кубометр до конца 2014 года и 385 долларов до марта 2015. Кроме этого, он обязывает Украину перечислить Газпрому 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Три из них в счет уплаты долга, а остальные за поставки газа, которые теперь начнутся только после предоплаты. Это, возможно, первый знак мудрого и взаимовыгодного соседства, а также слабая разрядка в напряженных отношениях соседствующих стран. Новые договоренности приветствовали и лидеры нормандской четверки. Сразу после брюссельского подписания состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Оланда, а также Владимира Путина и Петра Порошенко.